Здравствуйте! Продолжаем нашу программу. И в нашей студии наш первый утренний гость Нияс Ярулин, майор полиции, начальник отделения по советскому району ОГИБДД, УМВД, Российской Федерации по городу Казани. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ниязов Мазыч, итак, апрель месяц рейдов ГИБДД. На что следует обратить внимание автомобилистам? Хотелось бы отметить для начала то, что любой автолюбитель, то есть перед выездом, должен проверить техническое состояние своего транспортного средства, давление в колесах, государственные инвестиционные знаки, чтобы были чистые, световые приборы и все документы на право управления транспортным средством. А вот нетрезвый водитель, да? Ответственность за это правонарушение очень серьезная, но тем не менее таких по-прежнему еще много? Ну, да, хотелось бы остановиться на статистике, то, что за первый квартал 2018 года на территории города Казани произошло 400 ДТП с пострадавшими... По вине именно пьяных водителей? Нет, по вине пьяных произошло 20 ДТП, два человека, из которых погибли. Сами водители? Нет, в данном случае не сами водители. Давайте напомним, что ждет водителя, который был остановлен пьяным за рулем? Ну, если это у него первый раз, то в данном случае в отношении предусмотрено штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение от полтора до двух лет. От полутора до двух лет, а есть ли, например... Если же повторно, то предусмотрена уголовная ответственность по статье 264, прим. 1. Здесь идет штраф от... штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей с лишением права до трех лет. А также обязательно работает до 480 часов до лишения права управления также. А вот освидетельствование на месте проходит или все-таки куда-то отвозит? Хотелось бы на этом остановиться, то и освидетельствование проходит на месте прибором алкотектор. Есть три основания для направления на мета-свидетельствование уже в медучреждение. Это если водитель не согласен с приборами алкотектора, если же он отказался от прохождения мета-свидетельств на месте, либо если инспектор не согласен с результатами мета-свидетельств на месте, так как все-таки у нас управление транспортом также в состоянии наркотического опьянения. А, ну то есть алкотектор не определяет именно, что есть алкоголь, но видно, что у человека под воздействием. Да, под воздействием. А если человек категорически отказывается проходить освидетельствование? Ну, оформляется также отказ от мета-прохождения, от мета-свидетельствования. Здесь такая же санкция лишения права от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. Так, понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо вам большое.